Замеряем систему дополнительного отопления к центральному отоплению. К центральному отоплению в комнате в квартире 11 квадратов, комната угловая, здесь лодья, внешняя стена, белый кирпич, неутепленный, высота потолков стандартная 2,5 метра, пятый этаж, девятиэтажки. Значит, это смежная стена, теплая. Вот у нас 11 квадратов и нужно поднять температуру. Вот этого инфракрасной панелью укроп металлик 500, еще с алюминиевого профиля. Вот она на такой вот саморовной поставочке. Включаем ее в сеть и смотрим ее характеристики. Так, видим. Показывает у нас, что панель сейчас имеет мощность 417 ватт. Так, 417 ватт. Сейчас в сети 213 вольт. Работает 3 минуты, но там перед этим у меня еще панелька работала 2 минуты. Пускай это будет. Так, что еще здесь? 50 герц частота. Так, есть, да? Значит, мы сейчас подсоединим терморегулятор к панели. А вот видим, да, 427 ватт. Так, подсоединим регулятор. Так, на терморегуляторе мы... Модель это регулятор МТР-2, 16 ампер. Харьковского производителя мы выставляем максимум 24 градуса. Температура воздуха минимум 23,5. Вот термодатчик. Уровень от пола где-то чуть больше метра. Чуть больше метра. Вот, видим, что панель сейчас работает. Видите, да? Сейчас температура 22 градуса воздуха. Если поднимется температура до 24, терморегулятор панели отключит. Если опустится до 23,5 температура воздуха в комнате, тогда терморегулятор включит панель. Соответственно, время снова пойдет на ватт-метре. Вот, видите, да? Так, что у нас сейчас по другим показателям? Влажность. Влажность сейчас в районе кровати 32%. 23 градуса температура. Так, посмотрим, что у нас с центральным отоплением. Сколько она нам дает? Так, центральное отопление у нас показывает 40 в одном месте, в другом месте 42, 43, 44, 42, 43. В общем, в среднем где-то показывает 43 градуса. Вот, это центральное отопление. Так, температура стены, смежная стена, которая соседки 20,5 по серединке, сверху 21, потолок. Вы видели, что теплопотеречесый потолок нету, 20 градусов. Теплые соседи, пол, 18,7. Теплые соседи, здесь внешняя стена 15,8, середина, вверх 15,2. Так, ковер у кровати 18,4. Температура на кровати сейчас будет в районе панели. Вот сейчас панель только-только включилась. В районе панели кровать у нас поверхность 27. Адеяло 26, подушка 26, изголовье кровати, эко-кожа 26. Панель-то сейчас глядится, можно проверить ее на боте. Вот, низ панели замеряем. 37,2, вверх 41,8. Немножко есть, потому что снизу у нас гуляет холодный воздух, поэтому рабочие депутаты вверх все нервные, нервные. Это есть только в инфракрасных панелях, это нормально. Так, за панель сейчас температура, пока она еще не работает, 29. Стена, а вот утеплитель, отражатель. 37, видим. Панелька только еще греется. Где-то за минут 7-10 она выходит на свою рабочую температуру. 78 градусов. Максимум 90, может быть. 45, есть. Так, ну, сейчас мы включили ее в 10, где-то 10-20 вечера. Утречком где-то в 9 часов утра мы выключим и посмотрим потребление от инфракрасной панели укроп металлической 500-ваттной. 21 января, утро. Сейчас 11.45. Вот, замеряем потребление нашей инфракрасной панели укроп 500-й. Вот она, на подставке. Сейчас она работает. Сейчас можем проверить. Вот, видите, 74 градуса температура поверхности. 72 градуса. Вот, сколько она, как она нагрела нам кровать. Проверяем температуру поверхности одеяла. Только что ее застелил. 24, 6, 25. А ну-ка, кровать. 24. Так, есть. Уровень влажности сейчас. 37% в районе кровати. Температура 24, 8. Считаю, что 25. Так. Температура кровати теперь с краю у наружной холодной стены. 22,5. Немножко ниже видим. Так. Ковер. 20 градусов. Это напротив панели. Теперь немножко вверх. Там непосредственно панель действует. 21,1. А стена 18,8. Мы видим, что конвекция влияет все-таки на ковер. На температуру. Где-то в разницу в 1 градус. За счет того, что есть еще центральное отопление. Так. Изголовье кровати. 23. 21. Есть. Так. Смертные стены. 22. 24,7. У регулятора. 22,2. Здесь теплее в районе панели. Так. Температура сейчас на терморегуляторе 23,5. Недавно я проветривал немножко. Буквально минутку. В общем, можно сказать, что 24 температура была достигнута. Посмотрим, сколько у нас потребление. Итак. Потребление панели за ночь. Панель работала за 13,5 часов. Фактически все время она работала. Видим, да? То есть, она не отключалась. Так. Так. Потребление 5 киловатт, 915 ватт. Так. Давайте проверим, что сейчас в сети делается. Так. В сети сейчас. Сейчас потребление фактически панели 430 ватт. А напряжение 215 вольт в сети. 50 Герц. Есть. Так. Дальше. Температура поверхности пола. Проверяем. 19. Потолок. 21,7. Так. Что у нас дает? А, ну да. Если уже температура поверхности, проверяем. Давайте. Наружную стену проверим. Наружная. 17,3. Посрединке сверху 16,4. Видно разницу между стенами, да? Смежная и наружная. 21. Да. Батарея центрального отопления. 42, 43, 43, 43. В общем, 43 градуса. Максимальная температура. За окном сейчас у нас минус 6. Минус 5 даже. Когда ложились спать, было минус 6. Вот. Это потребление в комнате у нас получается за 13,5 часов. Видим, что именно панель металлическая. Укроп 500. Хотя, фактически, там даже 430 ватт максимум. Показала нам работу фактически 100% времени, когда она была включена. И потребление общее. Как видим, было немножко больше по сравнению с предыдущим опытом по кремических панелях. Но я это выведу сейчас в таблицу. Мы разделим это на количество времени. Проработавшего. И сравнивать нужно, сколько в среднем было потребление в час. От керамических и от металлических панелей. И с этим можно уже более точно сравнить. И сделать выводы. Что выгоднее именно в этой комнате. Неутепленная комната. Угловая. Белый кирпич. Квартира на пятом этаже. Девятиэтажки. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ждем ваших комментариев. День третий эксперимента в одной и той же квартире. Принес вот такие вот показатели интересные. Мы уже видим, что мы можем сравнить три дня работы. На первые дня работала теплокерамик. Под две панели в одной и той же комнате. И на третий день у нас уже работал немножко другой обогреватель инфракрасный. Именно металлический. Алюминиевый. С алюминиевым корпусом. Укроп. Металлик 500. Вот детальнее вы можете посмотреть вот здесь по ссылке. И что мы видим. Во-первых, немножко неравные условия эксперимента мы дали. Значит здесь, во-первых, габариты панели 60 на 80. Общая площадь. А здесь же 60 на 60. И еще раз 60 на 60. То есть здесь площадь ориентировочная на треть больше. Там где теплокерамик было. На треть больше площадь и мощности больше. Где-то вот на 300. Приблизительно 300 ватт. Соответственно, может быть и это и объясняется тем, что мы получили в результате. В результате мы получили то, что теплокерамик показал большую экономию. Две панели по 370 ватт, чем одна панель укроп-аллюминий 500. То есть мощностью фактически 430 ватт. Вот почему это так? Ну и вообще сколько у нас получилась экономия теплокерамика по сравнению с укропометрическим? Мы сейчас посмотрим. Вот нужно сравнивать где-то приблизительно одинаковые градусы мороза. Ну вот давайте возьмем вот день первый, когда у нас было в среднем 5-7, то есть в среднем 6 градусов мороза. И на третий день у нас тоже где-то было в среднем 6 градусов мороза ночью. Центральное отопление при этом было 41-48 первый день, третий день 43-43, но немножко меньше было право центральное отопление. Но все же эти показатели мы можем сравнить и учесть. И что мы видим? За 12 часов работы у нас теплокерамик за первый день потребил 2 киловатта 347 ватт. Промежуток времени укропа 13,5, немножко больше, он был подключен в розетку, только на полтора часа. Но потребление, смотрите какая разница, 5 киловатт 915 ватт, считай что 6 киловатт. Ну где-то вот 2,5 раза больше мы уже видим у нас потребление именно укропа металлического, 5 сотого по сравнению с теплой керамикой. Две штуки. Как нагревались поверхности, в первый день, к сожалению, мы еще не измеряли поверхности. Но видим, что укроп в принципе справляется с задачей. Он нам дал желаемые в комнате, в зоне обогрева и в комнате 23,5 до 25 градусов температуру воздуха. Влажность он нам не понизил, ну даже немножко влажность повышена была на утро. В принципе, что тоже вот теплокерамика. Что еще? Мы можем заметить, что температура в зоне обогрева здесь у нас почему-то уменьшилась, где теплокерамика. Здесь немножко прибавилось. Вот. Ну и температура поверхности у нас также нагревается от укропа алюминиевого. В данном случае также нагревается приблизительно, скажем, наружная стена на 3 градуса поднялась. Температура внутренняя на 1, пол на 1, потолок на 1 и кровать на 3 градуса. Вот в районе работы укроп металлик панели, кровать, вот у нас получается. Температура поднялась на 3 градуса. А когда был теплокерамик, к сожалению, мы на начало эксперимента не замеряли. В общем, укроп тоже алюминиевый нагревает температуру поверхности панелей. Но эффективность, то есть тепловой комфорт плюс, а вот эффективность мы здесь ставим минус. То есть получается, что у нас потребление все-таки выше ожидаемого по сравнению с теплокерамиком. Будем дальше использовать укроп алюминий еще при других температурах и сравнивать. Но мы уже видим, что именно для этой квартиры с такими вот габаритами, неутепленный белый кирпич, угловая квартира, пятый этаж, девятиэтажки. Вот 11 квадратов, 2,5 высота. Вот неутепленная лоджия, но остекление двойным стеклопакетом. Вот при таких вот показателях у нас получилось, что керамические панели немножко экономнее. Даже немножко, так существенно экономнее металлических и дракрасных панелей. Ну, посмотрим, что будет дальше. Подписывайтесь на наш канал, ждите новых отзывов, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И ждем также ваших пожеланий и отзывов в комментариях. Спасибо за внимание.